Опачки! Всем огромный привет! Как мы с вами, ребята, видим, это у нас Clash Royale, и сегодня нам в игру добавили новую карточку. Ну как, сегодня, для вас вчера, а ролик этот я записываю, получается, сегодня. То есть, как бы, вчера для вас, но сегодня для себя. Надеюсь, вы не запутались. Короче, доступна новая карта, гоблин с дротиками, и также она уже доступна с новой девятой арены. Арена называется Арена в Джунглях, извиняюсь за тавтологию. И, в общем, вот она, ребята, вот она на ваших глазах, собственно, гоблин с дротиками у меня уже доступен. Я могу его получить, допустим, в том же самом магазине могу выкупить, но, в принципе, по большому счёту он мне не особо-то и нужен. Короче, ребята, сегодня мы с вами буквально немножко поотыгрываем на вот этой вот арене, глянем, насколько она красивая, насколько она чёткая и хорошая вообще в целом. Поэтому, ребята, обязательно, надеюсь, вы ролик оцените. А пока давайте по-быстрому откроем сундучки. Сундучок серебряный, что мы только что открыли, был со старой восьмой арены. Вот с этого самого ледяного пика. А вот бесплатный сейчас будет с новой как раз этой самой девятой арены. И, кстати, новый гоблин нам не выпал, к сожалению. Ну, да и ладно, мы сегодня пришли сюда, вернее, посмотреть на новую арену. Вы гляньте, ребята, она просто... Она космическая. Она настолько классно выглядит, что, честно, даже не знаю, как можно это описать. Очень классно прорисовали. И за это огромный-огромный респект выражается тем, кто это делал. Соответственно, не знаю, кто занимается прорисовкой и разработкой всего этого добра. Но, в общем, большого спасибо за то, что добавили это дело к нам в игру. Потому что выглядит это просто 10 из 10, как говорится, вообще оценил. А, собственно, как мы с вами видим, ребята, у противника присутствует новая карточка. А, гоблин с дротиками, не знаю, вам надо как-то прозвать так, чтобы, знаете, не особо-то и сложно было произносить. Потому что, ну, гоблин с дротиками произносить несложно, но, согласитесь, постоянно гоблин с дротиками. То есть, обычно гоблины-копейщики напрягали тем, что довольно долгое и такое длительное у них протяжное название. А тут еще и гоблин с дротиками. Такой же, в принципе, появился с не очень-таки и при этом сложным, но не особо таким, знаете, быстрым названием. То есть его гоблины и гоблины, то есть их спокойно можно прозвать хок и хок, мухи и мухи, а вот гоблин с дротиками постоянно проговаривает, ну, такое себе, на самом деле, удовольствие, поэтому надо будет им реально какой-то клику, клику, что ли, дать, может, в принципе, ребята, насчёт этого в комментариях, да ладно, Кургик, а ты в курсе, что так делать вообще нехорошо и, как бы, крайне незаконно, сейчас он, наверное, ещё и гоблина своего сбросит, да, я даже не знаю, может, как-то, какой-нибудь, ну, дудец, это, наверное, уже не совсем, не совсем то, как можно было бы, раньше просто все мистера дудца обсуждали, сейчас, примерно, то же самое, но в рояле, и я не знаю, стоит ли его здесь назвать так же, ну, в общем, ладно, неважно, окей, собственно, я вот думаю, подмораживать или не подмораживать, по-моему, нет, смысла особого в этом не было, в том, чтобы я сейчас подморозил, поэтому я и не стал этого делать, а есть ли смысл сбросить фаербол, вот я о чём сейчас думаю, слушайте, а давайте, потому что, если он сейчас накинет своего Кургига вместе с этими скелетиками, будет не особо приятно от них отгребать, да, о чём я говорил, Кургиг, соответственно, погнал, поэтому по-быстрому сейчас отдефаемся, здесь я ещё делаю вот так вот, видите, как противник довольно хитро отыгрывает, нужно побыстрее забирать скелетиков из его кладбища, так, 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 отлично, всё, что нужно было забрать, забрали. После этого накидываю наше кладбище сюда, можно ещё добавить гоблинов для того, чтобы у него бревно выманить, так, заморозка на готове, подмораживаю, получается, вышку с ведьмой, вот так вот, и тауэр справа у него забираю, прекрасно, даже, кстати, возможно, этого самого гоблина получится забрать вместе с ведьмой, да, смотрим, ну, почти, как вы, ребята, я думаю, заметили, хитпоинтов и всего этого дела осталось не так уж и много, поэтому нормули. Так, мы ещё, я думаю, также могли заметить то, что противник только что у нас добил вышку слева с помощью своих заклинаний, а в этом деле ему помогла, помогла такая заклинашка, как фаербол и, соответственно, бревно, то есть особо сильно противник не заморачивался, я вот сейчас даже не знаю, что делать, как вы думаете, обычным гоблином есть смысл этого нового товарища контрить? Я просто, как вы понимаете, ребята, вот только-только вошёл дождь, лол, ребята, дождь пошёл, вот это прикол, слушайте, классно, серьёзно, классно, очень здорово это дело всё выглядит, офигенный урон по вышке слева выдаём, отлично, это победа. Дождь, дождь пошёл за минуту именно дополнительную, которую мы получили, прикольно, слушайте, ребята, очень классно, новый сундучок, снова девятая арена, тоже здорово, а, кстати, точно, экзекутер, экзекутер, следующая карта, которая у нас появится и будет доступна в игре через две недели, окей, будем обязательно ждать, отлично, ребята, первую карточку выиграли, поехали дальше. Слушай, дождь, слушайте, он рандомно пошёл или это специально так задумано, что когда идёт именно дополнительное время, начинается дождик, сейчас, ребята, глянем, если в этой карточке у нас также получится до этого самого двойного времени дотянуть, ну, не до двойного, а до дополнительного времени, если быть более точным, то, естественно, глянем, так, отличная заморозка легла, вроде как успели, а не дать его громоверству снести нашего кабана, давай, братан, блин, он не так много тычек сделал, как хотелось бы, но в любом случае пойдёт. Так, ждём, пока громоверус воткнётся в таур, и после этого, ребята, я поступаю вот таким вот образом. Немножко мы с вами, конечно, отгребём от всей этой ботвы, но что поделать, вот здесь вот, наверное, всё-таки придётся дать фаербол, чтобы забрать всю эту дичь, и, как мы, ребята, видим, огребли мы с вами довольно жестоко. 766 хп всего лишь осталось на тауре слева, то есть реально не особо-то и круто, но, в принципе, ничего страшного, бывали у нас с вами ситуации похуже, поэтому выкрутиться обязательно попробуем. Так, с помощью гоблинов отрабатываю, вроде как всё это дело относительно своевременно, опять же, добавляю хога к нашим гоблинам и ожидаю бревно, да, ведь? Он ведь будет скидывать бревно? Братан, да, я уж начал за тебя переживать, думаю, почему это, почему это ты начал изменять своим традициям, тенденциям, перестал сбрасывать брёвнышко, но нет, с противником всё нормально, противник делает так, как и делал раньше. Ставлю пушкенцу для того, чтобы отбиваться от скелетиков, и, ребята, всё, я, по-моему, не смогу именно отстоять вышку, хотя, подождите-ка, давайте я гоблинами отвлеку, отлично, я гоблинами отвлекаю его миньонов, у них не получается, слушайте, отлично, я не дал ему снести вышку, я не понимаю сам, как эту самую вышку я смог сохранить и не позволить ему её добить, когда буквально на одну тычку от мушки это самая вышка в плане хитпоинтов, но, в любом случае, какое-нибудь бревно или что-нибудь ещё из этой серии противнику придётся потратить для того, чтобы всё это добро добить. Окей, давайте я здесь кидану кладбище, собственно, я вижу то, что противник тут уже вовсю нападает, поэтому давайте я, допустим, сейчас подморожу, вышку слева я ему отдаю, пускай забирает, в принципе, блин, а громовержец это не особо круто, ребята, громовержец нам реально портит сейчас абсолютно всю малину, я накидываю фаербол, хотел забрать и немножко хп с вышки, и именно продамажить спарки, но, как вы видите, чё-то как-то, по-моему, это вообще того не стоило, насколько кажется лично мне, давайте поступлю вот таким вот макаром, скину ещё здесь варваров на поддержку, немножко огребаем всё-таки, но в целом не так уж и плохо, ещё и кабана, можно здесь до кучи скинуть, подготовить заморозку, пожалуй, так, ребята, найс, давайте я её сброшу, соответственно, тут, но кабана довольно жёстко прокосывает, миньончики на деф обязательно против гоблинов, потому что гоблины, мы сами знаем, заносят довольно хороший такой, такие, знаете, люли прилетают от них здравые, поэтому желательно дефаться сразу же и, в принципе, не теряя драгоценного времени. Так, я вот думаю, наверное, стоило бы сейчас с помощью варваров окружить его бойлера вот так, так, ребята, смотрите, сейчас уже начнётся двойное, нет, не двойное, извиняюсь, не двойной эликсир, а дополнительное время, если это дело называть более правильно, и мы посмотрим, начнётся ли вновь шторм, дождь, да, слушайте, начинается какая-то гроза или что это, я не понимаю, короче, какой-то шторм и идёт дождь, что самое прикольное, и, слушайте, это тогда не был рандом, реально, каждый раз, когда именно начинается дополнительное время, я чё-то всё, не могу как-то сформулировать мысль правильно за это, я, конечно, дико извиняюсь, ребята, ставлю пушкенцию сюда, пожалуй, кидану здесь варваров для того, чтобы отбиться более-менее ещё миньончиков, также сольём и приготовим фаербол, пожалуй, так-так-так-так-так-так-так, осторожно, ребята, фаербол у нас прилетает и вышку мы у него забираем, прекрасно, слушайте, это классно, серьёзно, такого же ещё нигде не было, то есть, никаких эффектов и прочего-прочего для именно какой-либо из арены ещё ни разу и нигде не было, то есть, это реально такая отличительная черта арены в джунглях, это офигеть как здорово, это офигеть как круто, и она меня дико привлекает, играть мне на ней намного приятнее, то есть, согласитесь, вроде как какой-то дождик, абсолютно никак он не влияет на сам геймплей, но вот чисто то, что вот какой-то визуал хотя бы есть, и разработчики хоть что-то новенькое привнесли, это радует, серьёзно, это хотя бы немножко, но приятно, лично мне вот таким образом и кажется, возможно, только мне так кажется, может быть ещё что-то именно из этой серии, но мне, серьёзно, вам признаюсь, реально очень классно за этим всем делом наблюдать. Так, собственно, не смог я там выбрать момент, подходящий для того, чтобы подморозить всё это добро, поэтому, как вы заметили, без заморозки я решил отыграть, давайте ещё пушкенцу, ой, пушкенцу лучше бы не ставил, это не пушкенца, это позор полнейший, потому что гиганта не отвлекли, и всё равно он свою тычку выдал, но в любом случае, как мы, ребята, с вами можем заметить, всё у нас протекает неплохо, мушкетёра мы даже у него забрать, каким-то боком умудрились, и сейчас я предлагаю вам, ребята, сделать довольно мощную комбинацию с нашим кладбищем второго левела, гоблинами, ну и, скорее всего, с заморозкой, да не скорее всего, а с заморозкой, потому что кладбище без заморозки довольно уныло смотрится, и, в принципе, зачастую не работает, потому что от дефт его на два, ну, в два счёта получается, как правило. Подмораживаем, ребята, за противник решил потратить именно на гоблинов, я считаю, что это не особо правильная задумка, потому что скелеты десятого левела, братан, накоцывают тоже, будь здоров, поэтому даже не знаю, стоило ли тебе в тот момент запать именно гоблинов, но при этом не оставлять ничего для контринга, как бы, моих скелетонов понятия не имею, дружище, но в любом случае урона ты получил приемлемое количество, для тебя, я думаю, это очень даже печально, но в любом случае, ребята, у нас с вами всё складывается здорово, если бы ещё и бомбочка от его шарика не забрала бы прямо сейчас наших мушек, всё было бы настолько офигенно, насколько себе даже представить, тяжко, ну ладно. Так, интересно, варвара, вы сможете надгробие поломать? Вообще красавцы! Ребята, супер! Всё складывается прям реально очень здоровски. Так, я смогу сейчас забрать у него вышку, да, давайте я подморожу, пожалуй, чтобы эту самую вышку забрать 100%, не хочу я потом с ней как-то себе запаривать мозг, то есть чем мне её потом сносить, как мне её потом сносить, и всё из этой серии лучше, как говорится, заберу сразу же, я особо заморачиваться не буду. Не попадаю я к моему огромному сожалению моим фаерболам по его гиганту, но в любом случае неплохо. Подготовлю также, ребята, сейчас мушек для того, чтобы всё это дело отбить, самое главное, забираем мушкетёра, а скелетики развалятся в два счёта, потому что миньоны, естественно, постараются со всем этим делом справиться благополучно и вовремя. Подмораживаю, пожалуй, ребята, вот таким вот образом пушкенцу я поставлю чисто, чтобы немножко отлечь его шар, хотя бы на короткое, ну, всё же время забираем, только что вышку у него слева. Шарик сейчас, скорее всего, у нас минусанёт вышку справа, в любом случае не страшно, ну, пускай также минусует хотя бы какая-то коронка противнику пойдёт, я думаю, ну, ему это будет приятно, то есть, а он проиграет здесь уже, шанс почти стопроцентный, но хотя бы вот какой-то профит получит с этой катки. Слушайте, а может на трёшку попробуем сыграть? Нет, не получится на трёшку, он не успел у меня забрать вышку слева, чтобы началось дополнительное время, чтобы мы ещё раз с вами лицезрели штором, но в любом случае не важно. Ну что, друзья мои, буквально две короны остаётся, слушайте, я даже не знаю, я даже не знаю, стоит или нет их дофармливать. Ладно, давайте, давайте, ребята, попробуем, я бы просто-напросто реально очень сильно хотел бы открыть королевский сундук уже с новой девятой арены, посмотреть, насколько годные карты здесь падают. Соглашусь абсолютно целиком и полностью с вами, что не особо-то и разительная разница в плане количества карт между восьмой и девятой арене, ну, в плане количества, которых вам выдают за сундучки бесплатные, там, я не знаю, обычные, всякие серебряные, золотые и прочее-прочее, но в любом случае, согласитесь, было бы хотя бы, ну, как минимум интересно бы, что ли, на это дело всё посмотреть, поэтому вот как-то так. С помощью гоблинов сейчас попробую отбиться, отлично получается, только можно, наверное, и без этого было обойтись. Ну да, в принципе, и не важно. Хотя нет, вы гляньте, противник только что сливает своё бревно, а это может ему, ребята, капец, как встать боком. Я сейчас тоже довольно сильно рискую, признаюсь вам честно, потому что я сейчас собираюсь сделать офигеть какую дорогую комбинацию, она мне обойдётся в дофига элика, признаюсь вам честно, отлично! Как же хорошо то, что я не сбрасывал заморозку, до последнего ждал. Ребята, ледяной колдун не ваншотит десятых скелетов, это просто охренительная новость, это просто офигенно! То есть, видите, кладбище второго левела и ледяной маг второго левела, как бы, ну, не особо, не особо ладит как надо друг с другом, отличный фаербол ложится, блин, не всех гоблинов забрали, сейчас у него вот этот вот десятый гоблин довольно много, лилийно валяет, но в любом случае отбиваемся, и вышка стоит. Блин, противник сильный, ребята, как мы с вами видим, присутствуют у него вторые легендарки, шахтёр второго левела, как ни крути, это дело всё тоже прокачанное, маги, шахтёры, всё жёстко, и гоблин с дротиками также ещё имеется на руках у оппонента, поэтому, ребята, учитываем, учитываем это дело, он, кстати, сам по себе насчёт этого гоблина с дротиками, что я могу сказать, хотел мнение своё по поводу него высказать, честно, ребята, я даже не знаю, что можно про него такого сказать вам интересного, потому что мнение у меня реально какое-то двоякое, то есть, вроде как, реально прикольный такой товарищ, очень даже нехилый, может наносить очень даже весомый урон, но при этом реально по хитпоинтам он очень слаб, то есть, вы сами видели, у нас, можно сказать, две полудохлые мушки взяли и спокойно его разнесли, абсолютно не запариваясь, то есть, вот это вот меня расстраивает, как бы, к сожалению, моему огромному больше всего, поэтому не знаю, не знаю, что можно было бы такого по поводу него сказать, прям реально годного, наверное, как говорится, поживём, увидим, пока я не буду особо сильно торопиться с выводами, особо сильно торопиться с какими-то умозаключениями и прочим-прочим, как говорится, потом будет видно, а пока отыгрываем, соответственно, смотрим, что у нас получается, давайте я ему отдам мою вышку справа, потому что, если мы у него... А, нет, даже не успел отдать, ну ладно, в принципе, не важно, в общем, отдали бы мы ему вышку справа, он бы нам на трёшку отдался сам, как бы отдался, не отдался, а отдался, и, соответственно, у нас был бы профит получше, и как бы ему ещё приятно сделали, ну, не получилось, так не получилось. Забираемся, ребята, мы с вами на восьмом левеле на 2924 трофея, это мой абсолютный рекорд, тут я ещё никогда не был, поэтому можете поздравить, было бы реально приятно. Ну что, ребята, вскрываем, немножко золотишка, после этого 4 кристалла, гоблин с дротиками, ребята, вот мы его с вами и разблокировали, просто кошерно, просто прекрасно. После этого 12 карточек стрел, 6 карточек валькирии, и, ребята, 51 тесла. На самом деле, ничего кроме золота, гемов и вот нового гоблина, несмотря на то, что он мне не нужен, оно просто приятное, ничего угодно вам на самом-то деле и не выпало, но как-то так. В общем, если вдруг кому-то интересно, если вдруг кто-то ещё не в курсе, гоблин с дротиками на первом левеле имеет вот такие вот статы, и, в принципе, ну, пока не знаю, что по поводу него сказать. Прикольно, но за 3 эликсира можно взять карты, как лично по мне, и получше. Допустим, тот же самый мега-мендион, допустим, те же самые мендиона за 3 эликсира, и, в принципе, не знаю. Такое, такое. Поживём и видим, возможно, я ещё не до конца всё это дело понял. Поэтому как-то так. Всё, ребята, большое всем спасибо за просмотр. Спасибо, что понравилось нам вам видео, я надеюсь, что-то под конец как-то заговорился стал, извиняюсь. Буду, в общем, ну, неправильно сказал. Не спасибо за то, что вам понравилось видео, а я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то спасибо вам огромное. Всего хорошего, буду заканчивать. Тащите катки, пусть у вас будет прекрасно. Пишите своё мнение насчёт вот этой вот новой арены, как по мне, просто кошерно и очень даже добротно. Вот как-то так. Всего хорошего, ребят, и пока-пока.